А вот жители столичной многоэтажки по улице Домной Каликовой спокойны за своих детей и железных коней. Теперь и те, и другие под присмотром. Да и территория вокруг дома стала намного чище и безопаснее. Все это благодаря камерам видеонаблюдения. Как обезопасить свое жилье, выясняла Наталья Литкевич. Житель многоэтажки по улице Домной Каликовой Максим на работу иногда ходит пешком, оставляя свою машину во дворе дома. О ее сохранности сыгдовкарец не беспокоится. Ведь в любой момент может посмотреть, все ли в порядке с его железным конем. Через мобильное приложение на смартфоне. Мобильное приложение подключается к облачному сервису. И там мы можем при вводе логина и пароля наблюдать картинку с видеорегистратора. Это несложно. Любой пользователь, в принципе, маломальский, который знаком с интернетом, может подключиться и просматривать картинку в прямом эфире, так сказать, и архивы. Как нам рассказал экс-председатель ТСЖ, сначала камеру видеонаблюдения у себя на балконе установил один из жильцов. Когда запись видеорегистратора помогла установить злоумышленника, повредившего припаркованное авто, к предприимчивому мужчине потянулись соседи с похожими проблемами. В итоге собственники жилья решили оснастить видеокамерами весь периметр дома. Денежки скопили из собственных средств без привлечения средств жителей данного дома за счет дополнительных, так сказать, коммерческих возможностей сдачи в аренду рекламы и так далее. То есть это все мы собрали денежки и вот все-таки решили на такое серьезное дело потратиться, чтобы улучшить наш, так сказать, быт, нашу жизнь дома. Выручка от рекламного стенда в торце дома из-за транзит интернет-кабеля позволила постепенно закупить и установить три видеокамеры и сервер для хранения записей. На все про все ушло 50 тысяч рублей. Теперь любой житель может поднять архив за месяц и увидеть, что происходило вокруг его дома. Это двор, да. Страж и порядка такому нововведению только рады. Большинство преступлений, например, кражи велосипедов, колясок, повреждения авто, совершается именно в жилом секторе. По их мнению, чем больше таких камер, тем проще раскрывать правонарушения и находить виновных. Когда мы общаемся с жильцами, они считают, что это затратное достаточно мероприятие устанавливать камеры видеонаблюдения. Но я вот хочу сказать, что даже восстановление лакокрасочного покрытия на автомашине обойдется гораздо дороже, чем установка этих видеокамер. Это первый момент. А второе, здесь можно ведь и гражданину самому, имея доступ к этим камерам, контролировать, чем занимаются его несовершеннолетние дети. Собираются они в подъезде какие-то компании. Как показывает практика, злоумышленники, планируя, например, кражу, дома, оснащенные видеокамерами, обходят стороной. Попадать в объектив им не с руки. Жильцы многоэтажки по улице Домной Каликовой в этом убедились лично. Подозрительных незнакомцев на их детской площадке значительно поубавилось. Наталья Литкевич, Олег Жуковский, телеканал Йорган, Сыктывкар.